Время криминальных новостей. Выпрыгнул с шестого этажа и выжил. Что толкнуло мужчину на суицид? Смертельно опасная синтетика. Три человека отравились в Краснодаре запрещенными психотропными препаратами. В какой стране на велосипеде запрещено развивать скорость больше 100 км в час? Ответы в рубрике «Правовые абсурды». Теперь подробности. Мужчина выпрыгнул с шестого этажа и выжил. ЧП произошло в юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов. По словам соседей, пострадавшего незадолго до случившегося, из его квартиры доносились крики. Мужчина скандалил со своей матерью, а затем начал выбрасывать из окна вещи, угрожая, что и сам сейчас прыгнет вниз. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Пока экстренные службы мчались на вызов, прохожие пытались убедить мужчину слезть с подоконника. Но уговоры не помогли. Он был явно неадекватен. Упав на асфальт с шестого этажа, самоубийца выжил. От гибели его спасло дерево. Ветки смягчили падение. Приехавшая бригада медиков экстренно госпитализировала пострадавшего, а полицейские допросили его мать и соседей. Впрочем, причина его поступка была и так известна правоохранителям. Несостоявшийся самоубийца оказался им хорошо знаком по прошлым уголовным делам на его счету. Восемь судимостей. Все в основном связаны с наркотиками. Тем не менее, сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Так что прямо с больничной койки буйный пациент отправится на нары. Ну, через скамью подсудимых, естественно. Три человека отравились запрещенными синтетическими препаратами в Краснодаре. Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажки по улице Есенина. По предварительной информации пресс-службы Краевого следственного комитета, девушка и двое парней решили употребить наркотики. Спустя какое-то время всем троим стало плохо. Полицейских и врачей вызвали соседи, когда услышали за стенкой странные звуки. Экстренные службы прибыли за считанные минуты, но к их приезду двое молодых людей скончались. Их знакомая была едва жива. Ее экстренно госпитализировали. Следователи установили личности погибших парней. Одному из них было 24 года, другому 26. В Краснодар оба приехали из другого города, в гости к своей знакомой. Железнодорожника, готовившего теракт, осудили в Краснодаре. Сотрудники Краевого управления ФСБ задержали помощника машиниста электропоезда Арсена Ферзалиева. Он долгое время вел в социальных сетях пропаганду, запрещенной в нашей стране группировки «Исламское государство». Следствие установило, что Ферзалиев планировал устроить взрыв в поезде, а после уехать в Сирию и там вступить в ИГИЛ. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Два человека пострадали в страшном ДТП в Северском районе. Виновник бросил пострадавших умирать, а сам сбежал. Однако скрыться от правосудия ему не удалось. Авария произошла около половины второго ночи. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, превысил скорость, вылетел на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил «Ладу Ларгус». Испугавшись последствий, лихач поспешил скрыться с места происшествия. В момент столкновения в его машине находились две пассажирки. Они получили травмы различной степени тяжести. Врачи им вызвали проезжавшие мимо очевидцы. На поиски виновника аварии ушли сутки. Полицейские его задержали. Им оказался 26-летний местный житель. Сейчас он находится под арестом. К тому же теперь у опрометчивого водителя будет время подумать над своим поведением. Ему грозит лишение прав сроком до полутора лет. Носки, солнцезащитные очки и кепки. На краже этих вещей погорели воры в Краснодарском гипермаркете. На записи камер наблюдения видно, как четверо парней прогуливаются вдоль витрин, разглядывают товары и попутно что-то забирают. Так продолжается около часа. В основном берут, что попадется под руку. Носки, солнцезащитные очки, кепки и верхнюю одежду. И тут подельники допускают оплошность. Вместо того, чтобы быстрее покинуть место преступления, они решают отметить успешно выполненное дело. Заходят, расположенное на территории гипермаркета кафе. Однако молодые люди не подозревают, что сотрудники службы безопасности уже давно за ними наблюдают. Но не задерживают лишь потому, что воры не вышли за территорию торгового центра. Но как только джентльмены удачи закончили трапезу и подошли к дверям, у них на руках защелкнулись наручники. Всех четверых передали полицейским. На допросе выяснилось, что в Краснодар они приехали из Северной Осетии в поисках работы. Но, похоже, в ближайшие пять лет она им точно не понадобится. Знаете, что сегодня за дата? Ну, думаю, да. А вот чем она знаменательна мировой истории? В этот день только в 1868 году зародилось движение велосипедного спорта. Точнее, прошла первая велогонка. С тех пор езда на этом двухколесном средстве передвижения стала набирать популярность и для многих уже неотъемлемая часть их жизни. Но в нашей сегодняшней рубрике «Правовые абсурды» говорить мы будем не о спортивных достижениях велосипедистов, а о палках, которые им в колеса вставляют зарубежные законотворцы. Итак, крутим педали и держим курс на запад. Первый в нашем маршруте – американский штат Калифорния. Там на законодательном уровне запрещено заезжать верхом на велосипеде в бассейн. Согласен, это опасно в большей степени для пеших, а точнее плавающих там людей. Но неужели нашлись там у них в Америке такие индивидуумы, которые все-таки решили с разгона нырнуть в воду верхом на своих стальных конях? Внимание, подъезжаем к Коннектикуту. Но прежде чем ехать на территорию этого штата, сбавьте скорость. Хотя бы до 100 км в час. Не думайте, я не оговорился. В правилах дорожного движения, действующих на территории Коннектикута, есть пункт, ограничивающий скорость езды на велосипеде сотни км в час. Естественно, это в пересчете с их сухопутных миль на привычные нам км в час. Тем, кому все же удастся развить скорость больше 100 км в час, грозит штраф и временный запрет на право управления велосипедом. А вот в Майами велосипеды должны быть оборудованы специальными звуковыми сигналами. Не сомневаюсь, что у многих на устах уже застыл вполне законный вопрос. Мол, что же тут нелепого? Не спешите с выводами. Дело в том, что в этом штате действует еще один закон, который запрещает велосипедистам пользоваться этими самыми звуковыми сигналами. Вот и попробуй тут разобраться, по каким законам жить у них там в Америке. Впрочем, одной только этой страной наш велотур не заканчивается. Прямо по курсу Канада. А если быть еще более точным, город Эдмитон. Там злостным нарушителем ПДД считается велосипедист, который держит руль не двумя, а одной рукой. Интересно, как они там показывают поворот? Может, головой кивают в нужную сторону? Ну и напоследок Израиль. В этом государстве все по-серьезному. Чтобы оседлать велосипед, нужно сначала получить права. Учитывая то, как некоторые велосипедисты перемещаются по нашему городу, может, и нам стоило бы внести похожий пункт в правила дорожного движения. На этом все. Берегите себя и соблюдайте законы. Это поможет вам избежать многих проблем. В 18.30 развитие событий в очередном выпуске программы «Город 112». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова